Мы за то, чтобы эти люди имели возможность себя реализовать и в политике, и в конкретных делах. Мы всегда были за это. За то, чтобы страна максимально использовала тот потенциал, который у нее есть, в том числе и политический, и профессиональный. Сейчас мы вернемся к дискуссии в студии. Я только хочу Мустафе Найему дать возможность, дать возможность дать слово людям, потому что мы сейчас... Они скажут, и мы... Ну, им холодно. Мустафа. Еще раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Мы искренне завидуем господину Митрофанову и всем, кто там тепло. И я хочу сейчас передать слово представителю города Сум, который приехал на эту акцию сегодня, вот специально для того, чтобы включиться на это включение. Здравствуйте. Я представитель от города Сумы. Зовут меня Ламаринка Роман Алексеевич. Я сюда просто так не за тем приехал, чтобы просто там пообщаться. У нас, оказывается, в городе Сумы тоже непростая ситуация. У нас тоже кризис, и возникают проблемы и общие, и второстепенные. Самое... Я хочу вкратце рассказать, которые проблемы возникают у нас в городе Сумы. Это перевозки. Конкретно перевозки населения. Оказывается, у нас маршрутчики диктуют власти, сколько им делать проезд. Власть не может среагировать. Сессия решает сделать с двух гривен, делает полторы гривен, маршрутчики все равно ездят по полторы гривены. То есть власть никак не реагирует. А может реагировать, но никак не может повлиять на это. Еще один вопрос. Это мусор. У нас, оказывается, в городе Сумы нет места, где его складировать и что-то с ним делать. Я знаю, что есть инвесторы, которые хотят вложить свои деньги, чтобы построить завод по переработке этого мусора. Но наша власть потребовала 51% акций этого завода. Какой нормальный человек будет вкладывать свои деньги в этот завод, когда он не владелец этого завода? Вопрос. Еще. Я молодой предприниматель. Я занимаюсь перевозками. У меня в кредите стоят машины. Вот сейчас кризис.